На самой природе живем, это красивые виды, полют. Меня очень вдохновляет горизонт. Вот церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в древнем селе Покча, где когда-то крестили Пермь Великую. Вот древнее село Редикар. А вот вполне современная почта России, но расположенная в старинном здании. Все это запечатлела в графике художница родом из Перми Юлия Марохина. Действительно то, что город сам по себе очень графичный. Я приехала туда жить зимой, я увидела чердынь во всей ее графичной красе. То есть это белоснежная снега, сугробы просто гигантские, огромные. Вот этот вот простор Пармы. Здесь вот показана на этой работе панорама города с видом на Иоанна Богословский монастырь. Вот это все впечатляет. Действительно, Юлия приехала в Текрая год назад, чтобы стать новым научным сотрудником местного музея. А еще ради новых источников вдохновения, что и нашла, да еще и с избытком. Рисовала и до этого, рассказывает девушка, но только в акварели. А сейчас вот черная гелевая ручка и тушь. За 12 месяцев родилась целая серия работ в панорамном скетчбуке. О купеческой архитектуре и деревянном зодчестве города и селений Черденского Междуречья. Меня вообще вдохновляет архитектура Чердени, потому что это такой образец классической архитектуры. Причем само местоположение всей этой прекрасной архитектуры – это глухая, скажем так, глухой лес Парма. То есть это далеко от нашей уральской столицы, от Перми. Что ж, для посещения этой интересной выставки у березняковцев есть всего неделя. Так что, пожалуй, стоит поторопиться, чтобы посмотреть графику вживую и разглядеть в ней что-то свое. Разместилась экспозиция, напомню, в палатах Строгановых в Усолье. Любовь Беднер, Антон Сбуровой. Наши новости.